Сейчас к нашему эфиру присоединяется Сергей Грабский, военный эксперт. Приветствуем вас, здравствуйте. Добрый вечер, студент. Да, ну вот на самом деле то, что мы сейчас слышим на протяжении дня из Стамбула, это как раз такой, знаете, акцент на гарантиях безопасности для Украины. И вот к вам как раз такие узкопрофильные вопросы будут по поводу того, можно ли таковыми их считать будет в перспективе. На слове перспектива сейчас его подчеркиваю, да, потому что понимаем, что сформированной до конца позиции консолидированной нет, но есть предложение украинское. Вот как вы его оцениваете? Вы знаете, мы, к сожалению, уже имеем долгий опыт работы по таким консультациям. Я могу привести пример даже начала Второй мировой войны, когда подписанные договора между Польшей, Францией и Англией не спасли Польшу от немецкого вторжения и не оказали никакой поддержки Польше. Здесь мы имеем примерно такую же ситуацию, и, как бы, знаете, не может быть гарантом нашей безопасности страна-агрессор. И как вообще ее можно рассматривать как сторону именно, которая будет гарантировать нашу безопасность, когда она является приграничной с нами страной, а остальные страны не являются граничащей с нами страной, и они не смогут нам оказать какую-либо немедленную военную помощь, для меня остается большой загадкой. Поэтому у меня после сегодняшних переговоров больше вопросов, чем ответов по поводу гарантии нашей безопасности. Как будет, например, осуществляться допуск иностранных войск на территорию Украины для проведения учений? Россия как одна имеет ли, будет ли она иметь право вето на это? Или какой другой формат будет использоваться? То есть вопросов масса, и я, например, не вижу на них никаких ответов. Ну, в любом случае, мы сейчас с вами обсуждаем то, о чем говорят, но пока что эти все пункты не прописаны на бумаге. Поэтому давайте дождемся конкретных положений, которые будут прописаны де-факто, и после этого будем уже говорить о том, какая страна имеет право вето или не имеет. Если все идет в рамках договоренностей, и Россия возвращает свои войска на позиции дислокации по состоянию на 24 февраля. Скажите, как долго занимает вот этот вот процесс отведения войск? Ну, в данном случае они могут это сделать за 3-5 дней. 3-5 дней, но в таком случае мы понимаем опасность потенциальную, которая по-прежнему будет оставаться для Украины, для городов, которые по состоянию, вот как сейчас мы упомнили, на 24 февраля оккупированными не были. Опять-таки, ваша позиция по гарантиям, она понятна, тут я дополнительных вопросов задавать не буду, но все-таки, каким образом можно будет удержать, и быть может, это вопрос скорее в плоскости военной, чем политической, оккупантов там, где они были 24 февраля 2022 года? Ну, здесь можно удержать их только одним способом. К договору добавляется еще одна позиция о демилитаризованной зоне на Украино-российской границе. То есть российские войска должны отвезти свои, российская страна должна отвезти свои войска как минимум на 100-150 километров от наших границ. Тогда можно будет рассчитывать на гарантии безопасности. Я бы сказал так, что та демилитаризованная зона на территории Российской Федерации может быть передана под контроль миссии ОБСЕ или ООН. Да, ну мы понимаем, что это теория. Это не претензия никоим образом к вам, просто вы объяснили, как бы это могло быть. И есть, конечно, огромные сомнения по поводу того, что это возможно на практике. Еще раз, это никоим образом не претензия. Сергей Грабский, напомним, военный эксперт. Благодарны вам за ваше время и вновь приглашаем в эфир проекта Freedom. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова